Прямо попадание с той стороны, прям в окно, раз залетел, там разбито все, ну разбито много тут. Это было здание, когда попали? Да, полностью завод работал, это вечерняя смена была, в 10 часов вечера, были у нас люди ранены. А сколько людей пострадали? Ну пострадал один человек серьезно, ну который ранен. Был долго, его лечили, ранее на женщину было. А так несколько человек, небольшие царапины, равнения. Раньше здесь изготовляли молоко, сметану, кефир. Их раскупали по всей Донецкой области и за ее пределами. Маринский молзавод обстреляли из градов три года назад. С тех пор жизнь здесь остановилась. Без работы остались 200 человек. Многие уехали, вот те, которые ребята сейчас остались здесь, это все те, которые здесь работали, специалисты остались. Деваться некуда, Маринка, такое место, работы больше нет. Ну все равно многие остались, а мы знаем их, они здесь, в Маринке, живут или живут недалеко. Вот это наша молодая семья, которая в результате обстрелов осталась без работы. Мама, папа и трое сыновей. Это и есть семья Шишман. Найти работу в родном селе Чермалык практически невозможно. Сережа прижимает игрушечный пистолет. Так надежнее. С отцом спускается к реке. Восьмилетний мальчик знает. На другом берегу готовый в любую минуту открыть огонь. А во сколько обычно начинают стрелять? Ну как, это, конечно, как бы по расписанию это начали, они не спрашивают. Может в один из ночи, может в час, может в три ночи это такое быть. Может под утро быть, часиков в шесть уже. Может в пять часов утра это быть. Это не, от нас не зависит это. Они наши, кто спросит у нас? Мы спим, начали стрелять, разбудился, все, поднялся, сон пропал. Все, ждешь, пока кончится. Дом Семи Шишман стоит на линии разграничения. Из их окун видна территория, так называемый ДНР. Днем здесь стреляют редко, разве чтобы кого-то спугнуть. По-настоящему страшно по ночам. Я видел, так вот, 300 метров падало от нас, 400 метров падало, так рядом с нами разрывалось. Ну, я перестал бояться, потому что уже куда круто. А если оно суждено чему-то быть, то можно не миновать уже. Здесь, возле реки, которая стала своеобразной границей, пасется кормилица семьи – корова Марта. Свою жизнь без Марта они уже не представляют. Сыр, творог и молоко и себе, и на продажу. Сирож, не бежись, Сирожа, не бежись, Сирожа. Марта – это часть большого эксперимента. Фонд греческого мецената Пантелеймона Бумбурса подарил десяти семям из сел на линии сопряжения коров, чтобы сельчане могли прокормить себя и своих детей. И когда Пантелеймон Васильевич согласился сделать эту благотворительность, мы, естественно, что вместе с советом выбрали те семьи, которые действительно крайне нуждались. И вот одна из этих семей живет в этом доме. Хочу сказать, что это было каким-то сигналом, наверное, для других гуманитарных организаций. Почему? Потому что после наших коров, буквально не прошло и месяцев 5-6, начались программы по другим благотворительным фондам. Они мало что питают семью, они могут поехать в Мариуполь, это ближайший город, могут реализовать свою продукцию и купить то, что им необходимо – обуть, одеть ребенка или что-то другое для питания. Много у нас миллионеров, да, и не с такими деньгами, как Боборос. Но сегодня никто не думает о том, чтобы оздоравливать детей в летний период из зоны, то, вот так, как это делает он. И сколько он влаживает действительно своего. Теперь, говорят, эксперимент греческого фонда не просто удался, а стал примером. Вслед за фондом Бумбороса и другие боготворительные организации помогают сельчанам купить домашний скот и корм. Она тепленькая, только-только из-под коровки тепленькая. Утром она дает где-то литров 6, около 7, вечером где-то литров 8. Дети пьют, пьется, что это самое мы перегоняем, либо молочным, либо сырным, сметану, все это собираем, везем на рынок, где что себе оставляем, дети кушают, брынзу делаем, голландский сыр делаем. Торт и молоко – так выглядит праздничный стол. В день рождения отмечают второй сын – Илья. Ему теперь 13. Сегодня он загадал желание. О том, чтобы был мир, перестали стрелять, людям дали работы, все работали, никто без дела не сидел. Ну, и чтобы у всех было побольше достатка.